Всем добрый день! С вами Татьяна. Сегодня буду варить варенье из чёрной смородины. Смородину перебираю, хорошо мою и даю воде стечь. У меня получилось 900 грамм смородины. На 900 грамм смородины я беру 300 грамм сахара, то есть в соотношении 1 к 3. Это варенье называется черноглазкое. Рецепт я нашла в старом журнале. Итак, беру кастрюлю с толстым дном, ставлю на огонь, нагреваю её и высыпаю сухие ягоды. По рецепту для этого варенья берётся сковорода, накаляется на плите, так, чтобы капля воды, брошенная на сковороду, мгновенно испарилась. И тогда засыпаются ягоды. Но я делаю в толстостенной кастрюле. Спелые ягоды лопаются и дают сок. Они зрелые, остаются целыми. Когда ягоды дали сок, я засыпаю сахар. И, постоянно помешивая, варю до растворения сахара. Постоянно помешиваю. Сахар практически растворился. Варенье начинает кипеть, и я выключаю газ. Варенье разливаю в горячие чистые банки. Стерильные банки. Как банки стерилизовать, я уже не буду рассказывать. Любая хозяйка знает. Способов много. Сразу крышками не накрываю. Даю пару минут, чтобы прошёл пар, и образовалась небольшая плёночка на поверхности. Затем закручиваю стерильными сухими крышками. И накрываю полотенцем. Оставляю до полного остывания банок. А в кастрюле остаток варенья уже зажелировалось. Сделала морс. На следующий день варенье остыло, и я его буду хранить в обычных условиях, вместе с другими закатками. А вот так выглядит застывшее варенье. Оно ещё больше загустеет. В процессе хранения варенье получилось ароматное, вкусное, кисло-сладкое, непритерное. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Приятного аппетита!